В эфире программа «Советская жизнь» и я, Владимир Макаров. А у нас в гостях сегодня Амир Рашидов. Человек, который, я бы сказал так, одержим начитыванием и записью аудиокниг. Месяц назад Амир был уже у нас в гостях. И он рассказывал, как это его увлечение вышло вообще-то на профессиональный уровень. И как он сотрудничает с теми компаниями, которые занимаются производством аудиокниг. И вот в той прошлой программе, которая состоялась накануне новогодних праздников, мы даже сделали такой эксперимент. И здесь в студии зачитали рассказ Антона Павловича Чехова, который назывался «Либерал». Амир, вот удивительно, но было очень много откликов. То есть вот людям понравилось то, что вот мы решили так вот попробовать прямо в студии прочитать что-то такое литературное. И мы сегодня решили этот эксперимент продолжить. Мало того, я надеюсь, это станет у нас такой традицией. Ну, где-то примерно раз в месяц встречаться и погружать вас, дорогие слушатели, вот в атмосферу русской, а может быть и не только русской классики. Потому что вдруг оказывается, что она очень актуальна. Вот сегодня по предложению Амира Рашидова мы будем отмечать день рождения, кого бы вы думали? Кого бы? Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, который родился 27 января 1826 года. То есть вот буквально на днях ему должно исполниться, если бы он был жив, 194 года. Вот я сразу скажу, читать, конечно, Салтыкова-Щедрина будет Амир. Я так немножко... По большей части у тебя очень важную роль. На подхвате я тут буду, вот мы договорились, что я буду читать за... Это сказка «Щедрина», «Карась-идеалист» она называется. Кстати, очень современная сказка. А я буду вот начитывать тексты Ерша из этой сказки. Амир будет и карасём, и щёлкой головой. Ну и, собственно, авторский текст. Авторский текст, да. А современная-то она, современная, как и подавляющее большинство творчества Михаила Евграфа Салтыкова-Щедрина отзывается в современности, но мы об этом позже поговорим. Но ты задал вопрос, чем он мне вообще интересен. Ну, наверное, не только мне, но, как и всем, он интересен тем, что он первым, наверное, в русской литературе в таком масштабе занялся типизацией человеческих качеств, человеческих пороков, значит, каких-то проблем коммуникаций между людьми, между народом и властью и так далее. Это было не просто какое-то аллегорическое, метафорическое произведение, а это была именно типизация. Он старался докопаться до самой-самой матрицы, которая диктует, собственно, человеку, как проекту, все его чаяния, линию поведения и так далее. И ему это настолько удалось, что именно поэтому мы и чувствуем его произведения современные, как будто они были написаны вчера. А для меня он, конечно, вот особенно, что касается его сказок, вот мы не будем там господа Головлёва брать, да? Это поздние, кстати, все его сказки наиболее известные. А вот он ведь очень публицистичен. То есть он поднимает такие вещи, вообще-то, вот существование государства, человека, государства, совесть и человек, да? И он вот в этих своих литературных изысканиях действительно очень публицистичен. И я даже читал, Ощедрине писали там и его современники, и позже, ну, с таким некоторым сожжением, тут же Горький. Ну, вот что, типа, ну, вот пропал в нём даровитый писатель, потому что публицистика в нём вышла на первый план, да? Его начали ассоциировать с каким-то политическим деятелем. Хотя ведь судьба Ощедрина, она была удивительна. Человек, который закончил царский лицей. Царско-сельский лицей. Царско-сельский лицей, то есть это, ну... Колыбель гигантов. Да, колыбель. Пушкин, Кюхельбейкер, да? Ну, Малатова, да. Дельвик, да? Это были столпы духовности российской в ту пору. И по большому счёту на них, вот, как царская власть, она собиралась опереться. Недаром она этих людей воспитывала. И оттуда выходили, в общем-то, вольнодумцы, которые то и дело таранили эту власть. И очень интересные отношения тут вот складывались, да? То есть, Салтыков-Щедрин, закончив этот лицей, начал... Тогда уже пописывая вольнодумные стишки. Пописывая, да. Но он же начал работать в канцелярии какого-то военного ведомства, да? Вот за своё вольнодумство его вместо того, чтобы сразу в советнике после лицея произвести, его определили рангом пониже, вот там, да, колледжеский секретарь. Он увлёкся тогда французскими социалистами. И вот за свои первые публикации он был сослан в вятку. Это была ссылка, политическая ссылка. Где он там работал в какой-то канцелярии, прошу не путать ссылку, с каторгой, потому что на каторгу отсылали преступников, ну, таких воры, казнокрады, ну и так далее. Просто грабители. А он был в ссылке. В ссылку отправлялись люди, с которыми власть не сошлась во мнении. Да. Но она признавала их значимость. Подальше от столицы, ты живи... Остынь. Остынь, да, мы тебя уважаем, ты умный человек, остынь. И вот Щедрина послали, ну, правильнее говорить, конечно, Салтыкова, потому что Щедрин, это был его псевдоним, он же первой публикацией... Николай Щедрин, да. А потом уже он объединил Салтыков-Щедрин. Так вот, тогда еще Салтыкова, Михаила Евграфовича, его отправили вот в такую ссылку, в вятку, где он там тоже что-то писал в канцелярии, опять какого-то ведомства работал. И там произошла... Да, потрясающая история. Он влюбился в дочь вице-губернатора, сделал предложение. Вице-губернатор Вятский страшно был, обеспокоен, что его дочь может стать женой опального писателя. Но пообщавшись с ним, свое мнение изменил. И согласие отдал, но просто сказал, ну, как бы, ну, уж дождитесь, девочки в ту пору, там было 14 лет, дождитесь, когда повзрослеет. И Салтыков дождался. Он согласился подождать один год. Да. Ну, тем не менее, вот они поженились. Но самое интересное другое, что когда на престол взошел, это был 855 год, когда Щедрину было тогда 29 лет, и вот взошел Александр Второй на престол, который простил Салтыкову, Щедрину, все его там причуды политические, и вдруг очень скоро, там не прошло и двух лет, назначил его вице-губернатором. Сначала, по-моему, в Рязани, да. В Рязанской области, да. А после Тверской, родной области. Он был вице-губернатором Тверской области и продолжал писать то, что он писал, продолжал думать так, как он думает. Он вообще определял себя, собственно, как писатель. У него была работа. Слушай, я тут кое-что выписал. Вот то, что сейчас популярно, то, что я сейчас часто встречаю, когда Салтыкова, Щедрина, наши современные политики, вольнодумцы цитируют, вот что принадлежит его известной фразе, принадлежащей ему Перу. Ну, например, вот, чего-то хотелось. Не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Вот целый такой общий длин. Или Российская власть, чтобы нормально действовать, должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Ну, это же прекрасно. Или о просвещении. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития. Очень метко. 150 лет назад Салтыков Щедрин это писал, даже больше. Или, например, для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. Салтыков Щедрин. И, конечно, за такие свои высказывания, за произведения, он много раз подвергался жесточайшей критике. Его обвиняли и в очернении власти, в очернении народа и так далее. Вот, в принципе, мы... Похожие примеры мы и сейчас видим относительно многих художников. Что меня всегда поражало? Вот я, читающий Дрина, он иногда очень резкие вещи о людях говорит. Вот я сейчас дословно не буду, но вот мысль такая. Он как-то пишет, что вот если бы я сейчас уснул и меня бы разбудили лет через сто и спросили, а что сейчас в России происходит? Я бы наверняка ответил, воруют и пьют. Вот, ну, казалось бы, но вот это такое, но в его словах удивительно. Почему-то нет оскорбления при этом вот к русскому человеку, к русскому государству. Я задумался, ну, как же так? И вот я для себя ответ такой нашел. Вот за его этим сарказмом все-таки стоит боль. Безусловно. Боль, которая невозможна без любви. Конечно. Он делится своей болью. Он не как сторонний наблюдатель издевается. А, в этой России опять пьют, опять воруют. Нет. За этим стоит боль. И, я не знаю, может быть, тот же Александр Второй эту боль почувствовал, при том, что вот такие цитаты, да, и назначил его вице-губернатором, потому что понимал, что в этом человеке есть совесть. И в этом человеке есть правда. И за это власти его все-таки уважали. Безусловно. Ищедрин был, знаете, высоким идеалистом при этом. При этом, да. Не тем карасем-идеалистом, про которого мы вот сегодня будем вспоминать, а настоящим идеалистом. И ведь его незаконченное произведение, которое он только начал уже перед смертью, называлось «Забытые слова». И он делился замыслом. У нас, говорит, сегодня забыли такие важные слова, как совесть, отечество. Да. Не помнят Бога. Об этом хочу написать. А у него же есть, что на Руси некоторые такие понятия, как отечество и ваше высокопревосходительство путают. Путают. Вот. Однако, вот я хочу здесь сейчас прерваться. Мы поговорим о Щедрине. Давай прочитаем. Вот я рискну. Давай. Я рискну стать твоим соучастником, подрученным. Рассказ Салтыкова Щедрина или сказка. Сказка, да. Это сказка. Которая называется «Карась-идеалист». Поехали. Поехали. Михаил Евграфович Салтыков Щедрин. «Карась-идеалист». Карась с Ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одной правдой прожить. А Ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтобы не слукавить. Что именно разумел Ерш под выражением «слукавить» неизвестно. Но только всякий раз, как он эти слова произносил, Карась в негодовании восклицал. Но ведь это подлость! На что Ерш возражал. Вот уж увидишь. Карась – рыба смирная и к идеализму склонная. Недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводе, где потише, или пруда, зарывшись в ил и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как карасей ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны. Ловят карасей по преимуществу сетью или неводом. Но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо, особливо и жареное в сметане, что предводители дворянства охотно подчуют ими даже губернаторов. Что касается доершей, то эта рыба уже тронутая скептицизмом и при том колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон. Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, не знаю. Знаю только, что однажды сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать, а плотва белобрюшка резвится около них и ума разума напирается. Первым всегда задирал карась. Не верю, говорил он, чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием. Дожидайся, иронизировал Ёрш. Ёрш спорил отрывисто и неспокойно. Это рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у ней на сердце, ах, накипело. До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распри увидит. Вместо прогресса всеобщую одичалость и утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает блаженненьким, хотя в то же время сознает, что с ним только и можно душу отводить. «И дождусь», отзывался Карась, «и не один я, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности. Но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины ее породившие нельзя уж считать неустранимыми. Тьма, свершившийся факт, а свет, чаемое будущее. И будет свет, будет! Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет? «Каких таких щук?» удивился Карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили «на то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают. И, разумеется, ни кружечки не боялся. «Эх, фофан ты, фофан, мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь». Ёрш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал во своясе. Но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались, в воде-то скучно, и опять начинали диспутировать. «В жизни первенствующую роль добро играет», разглагольствовал Карась. «Зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается». «Держи карман!» «Ах, Ёрш, какие ты несообразные выражения употребляешь!» «Держи карман!» «Разве это ответ?» «Да тебе по-настоящему и совсем отвечать не следует! Глупый ты! Вот и сказ весь!» «Нет, ты послушай, что я тебе скажу! что зло никогда не было зиждущей силой, об этом и истории свидетельствуют! Сравни, что некогда было с тем, что есть! И ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и сама его сумма приметно уменьшилась! Возьми хоть бы нашу рыбную породу! Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время хода, когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем, а ныне именно во время хода-то и признается вредным насловить! Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли! В Урале, сказывают, во время багрения вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла! А нынче шабаш! Неводы до верши, до уды больше, чтобы ни-ни! Да еще об этом и в комитетах рассуждают! Какие неводы? По какому случаю? На какой предмет? А тебе, видимо, не все равно, каким способом ты в уху попадешь! В какую такую уху? Удивлялся карась! Ах, прах тебе побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Ну, какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь! Ведь, чтобы споры вести и мнение отстаивать, надо по малой мере с обстоятельствами дела наперед познакомиться! О чем ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха! Брысь! Заколю! Ёрша щетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали. На меднись в нашу заводь щука заглядывала. Та самая, о которой ты и на меднись упоминал? Она приплыла, заглянула, молвила, что это будто уж слишком здесь тихо, должно быть тут карасям вот. И с этим уплыла. что же мне теперь и что делать? Изготовляться только и всего. Ужо, как приплывает она, да уставится в тебя глазищами. Ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло. Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват? Ох, глуп ты, вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и за ком повелевает щуке в хайло лезть. Не может такого закона быть, искренне возмущался карась. И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правда это я ее до седьмого пота прошибу. Говорил я тебе, что ты фофан. И теперь то же самое повторю. Фофан. 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 Ёрш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней смотришь, привычка опять взяла свое. Вот кабы все рыбы между собой согласились, загадочно начинал карась. Но тут Ёрш грубо прерывал своего друга. Ах, с тобой видно, гороху наевшись говорить надо. Кричал он на карася и, навострив лыжи, уплывал от него восвояси. И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст. В ком нынче качества ты эти сыщешь? Слабое нынче время. Такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот платва, хоть и нельзя об ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки того гляди непонимаючи сболтнет. А об голавлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего. За червяка присягу под колоколами принять готовы. Бедный Карась, не за грош он между ними пропадает. Ну, посмотри ты на себя, говорил он Карасю. Ну, какую ты, не ровен час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумке негоразная, рот чутошный, даже чушуя на тебе и та несерьезная. Ну, ни проворства в тебе, ни юркости, ну, вот, как есть уволень, всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь. Да, за что же меня есть, коль я не провинился, по-прежнему упорствовал Карась. Слушай, дурья голова, дурья порода, едят-то разве за что-то? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется только и всего. И ты чай ешь, не попусту носом-то выли роешься, а ракушечек вылавливаешь. Им ракушкам жить хочется, а ты, простахиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай, какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь. Ну, помнишь, как ты на меднесть говорил, вот кабы все рыбы между собой согласились, а что если бы ракушки между собой согласились? Сладко ли бы тебе простофили тогда было? Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел. Но ракушки, ведь это пробормотал он смущенно. Ракушки ракушки, а караси караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь. Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глуптины и стал на досуге думать. Думал, думал, и, между прочим, ракушек ел, доел, и что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж додумался. Я не потому ем ракушек, чтобы они виноваты были. Это ты правду сказал, объяснил он ершу, а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды а я сам собственным наблюдением дошел. У ракушки не душа, а пар. Ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтобы ее не проглотить. Потяни рылом воду, а взобу у тебя уже видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их, сами в рот лезут. Ну а карась совсем другое. Караси, брат, от десяти его съесть. Надо, чтобы он серьезную пакость сделал. Ну тогда, конечно, хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они голосу правды не глухи. Помилуй, скажи, может ли такое злодейство статься? Лежит карась, никого не трогает, и вдруг не дай не вынеси за что, к щуке в брюхо попадет. Да ни в жизни я этому не поверю. Чудак, дыдная медничь, на глазах у тебя монах целых два невода вашего брата из-за води вытащил. Не знаю, только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось. И на их съели, и в сажалку посадили, и живут они там припеваючи на монастырских хлебах. Проходили дни за днями, а диспутом карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленую плесенью подернутая, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякой, какими мечтами не задавайся, безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тонн своих экскурсий в область эмпириев повышал. надобно, чтобы рыбы любили друг друга, ораторствовал он, чтобы каждая за всех, а все за каждую. Вот, когда настоящая гармония осуществится. Желал бы я знать, как ты со своей любовью к щуке подъедешь. Я, брат, подъеду. Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится. А ну-ка расскажи. Да просто спрошу, знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает? Огорошил. Ну, нечего сказать. А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю? Ах, нет, сделай милость, ты с этим не шути. Или говорил, только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут. Слушай, а на кой ляд тебе гражданские чувства понадобились? Ну, все-таки... А, то-то, все-таки. Гражданские это чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними в тине лежа делать будешь? не в тине, а вообще? Ну, например. Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу, не имеешь отче права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать. Ага, а он тебя за грубость на сковородку либо в залу горячую. Или еще, рыбы не должны рыбами питаться, бредил наяву карась. Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи, наконец, раки, змеи, лягушки и все это добро, все на потребу. А для щук на потребу караси? Нет, карась сам себе давлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон в видах обеспечения его личности издать. А ежели тот закон исполняться и не будет? Тогда надо внушение распубликовать. Лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели он и не исполнять. И что, ладно будет? Полагаю, многие устыдятся. Повторяю, дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему ничего. И растобарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел, припускал да припускал, как вдруг к нему галавель с повесткой. На завтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть. Так ты, карась, смотри, чуть свет ответ, держать ей весь. Карась однакош не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал. А во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. и очень на это слово надеялся. Даже Йорш, видя такую его веру, задумался. Не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении? Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили? Благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили. Может быть, она добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется. Она против того с расчетцем свою карьеру облаживает. Вот завтра явится он к щуке, да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет, да и скажет, за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью, будь ты над ней начальник. Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится, каких ему про щуку сплеток не наплели, а она рыба как рыба, только рот до ушей, да хайлу такое, что как раз ему, карасю, пролезть. Слышала я, молвила щука, что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастеру. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай. Об счастье я больше думаю, скромно, но с достоинством ответил карась, чтобы не я один, а все были бы счастливы, чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит. И ты думаешь, что такому делу статься возможно? Не только думаю, но и всечастность его ожидаю. Например, плыву я, а рядом со мною карась? Так что ж такое? В первый раз слышу. А ежели я обернусь до карасята съем? Такого закона, ваше степенство, нет? Закон говорит прямо. Ракушки, комары, мухи, домушки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели, но не рыбы. Маловато для меня. Галавель, неужто такой закон есть? Обратилась щука к Галавлю. В забвении, ваше высокостепенство, ловко вывернулся Галавль. Я так и знал, что не можно такому закону быть. Ну, а еще чего ты всечасно, Карась, ожидаешь? А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые и бедных, что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь, и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильней и ловчее, ты и дело на себя посильнее возьмешь. А мне, Карасю, по моим скромным способностям и дело скромное укажут. Всякий для всех и все для всякого. Вот как будет. А когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и под кузьмить нас никто не сможет. Нево, то еще где покажется, а мы уж драло. Кто под камень, кто в самое дно, в ил, кто в нору или под корягу, у хуто, пожалуй, что видно, бросить придется? Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну да, это еще когда-то будет. А вот что, так значит, по-твоему, и я работать буду должна? Как прочие, так и ты. В первый раз слышу. Пойди проспись. Проспался или нет, карась, но ума у него во всяком случае не прибавилось. В полдень он опять явился на диспут и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее. Так ты полагаешь, что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь? Прямо поставила вопрос Щука. Все друг от дружки от общих взаимных трудов. Понимаю, друг от дружки, а, между прочим, и от меня. Думается, однако, что ты это зазорные речи говоришь. Голаве, как по нынешнему такие речи называются? Сицилизмом, ваше высокостепенство. Так и знала. Давненько уж слышу бунтовские, мол, речи карась говорит. Только думаю, дай лучше сама послушаю. Анвон антикаков. Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как непрост был карась, но и он догадался. Я, ваше высокостепенство, ничего, пробормотал он в смущении. Это я по простоте. Ладно, простота хуже воровства, говорят. «Ежели дуракам волю дать, так они умных сосвету живут. Наговорили мне о тебе стрекороба, а ты карась как карась, только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел». Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела. Но на этот раз карасью уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили голавли и взяли под караул. Вечером еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился щуке к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями, а именно окунь допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста. Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово. «Хоть ты мне и супротивник», начала опять первая щука, «Да видно, горе мое такое, смерть, диспуты люблю, будь здоров, начинай». при этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул. «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» Щука разинула рот от удивления, машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспещали к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А Ёрш, который уже заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил. «Вот они, диспуты-то наши, каковы!» Конец! Вообще-то, конечно, Амир, поразительная история. Поразительная история, поразительный Салтыков-Щедрин, потому что, ну вот читаешь, да, такой современный памфлет. Но вот его многие вот относили к памфлетистам, к филеетонистам таким, да, в общем-то, не изводили талант его современники. Вообще, мало кто любил его современник. мне очень жаль сказать об этом, но время нашей программы подошло к концу. Мне хочется чем закончить. Вот совершенно прекрасная сказка «Ущедрена» есть «Пропала совесть», да? И там, когда вот это вот никому не нужная совесть скитается, и в конце концов, они общаются с мещанином вот этим среднерусским, и вот все от нее избавиться хотят от совести, да, важная реманка. Все от нее хотят избавиться, да, и вот там последние их реплики, когда мещанин, глядя на совесть, она к нему пришла, вот такая нищенка, и он, глядя на нее, говорит, «Ну что ж я буду с тобой делать, сударыня совесть? Коли ты никому не нужна, спросил мещанинешка, а вот что отвечала совесть, отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое, и сохрани меня в нем, а вось он меня неповинный младенец приютит, выхалит, а вось он в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет, не погнушается». Поэтому ее все так и сделалось, отыскал мещанинешка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и сохранил в нем совесть. Вот есть в этих строчках щедриновских удивительная вера, как мне кажется, все-таки в какое-то предназначение русского народа, потому что именно невинное русское дитя. Надежда. Надежда. Скорее надежда. Может быть не столь вера, а надежда. Надежда. Ну что ж, мне осталось только напомнить, потому что действительно время разговора подошло к концу, что у нас в гостях был Амир Рашидов. Это была программа «Светская жизнь». Я Владимир Макаров. Всего доброго, до новых встреч. И я надеюсь, что мы вот эти наши эксперименты с чтением русской классики в эфире все-таки продолжим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова